Приветствую вас, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале в гостях у Елены и наша деревенская жизнь с нуля. Дорогие друзья, на улице у нас вот-вот солнышко выйдет, снежочек идет вот такой вот мелкий и посмотрите мы вчера чистили видите уже сегодня снова как намело снега конечно очень много и у нас морозы морозы вообще и вот следующая неделя вся будет будет в морозах я смотрела и 18 и 20 градусов так что вот такая у нас погода будет показываю вам как всегда вид из окна для тех кому это очень нравится знаю что практически всем моим добрым зрителям это нравится ну и понятно почему такое вот может нравиться добрым зрителям потому что они добрые потому что они любят все доброе все что касается и духовного у них сердечко расположено поэтому все вот так вот у них жизни хорошо и правильно ну сегодня что хочу показать сегодня по хочу показать как я обустроила стеллажи но вы как всегда знаете что все вязальщицы не обходится одним разом уборки конечно же я буду делать совершенно все потом по-другому буду менять буду все вот здесь вот у меня двойная ну практически на всех полках практически на всех полках я сложила в два слоя то есть сзади у меня еще есть один слой пряжи вот здесь вот нет а вот этот второй слой здесь это трикотажная пряжа там пряжа в бобинах сзади тоже она есть вот туда добавлю еще у меня там ящики немного есть я туда тоже добавлю я сейчас не буду дорогие друзья вынимать все показывать со стеллажей и сейчас я просто показываю как это у меня обзор пряжи у меня уже было не буду я его делать потому что не вижу смысла закупок никаких у меня больше не было пряжи вот так вот у меня вот это вот плюшечки такие сложены здесь вот такая пряжа это в один слой и вот видите то здесь вот есть ширина остается многие спрашивали и говорили что они будет здесь дверей нет не будет дверей я помню когда у аленочки абель полки у нее просто полки на стене и вот она вот туда выкладывает красиво пряжу просто полки узкие полки ей писали что пыль будет высвечиваться но от этого от солнца пряжа у меня для этого все предусмотрено есть рулонная штора я вам рассказывал что даже при закрытии дома светло это вот такая шторина да они продаются вот так что если я ее закрою вот так вот даже на половину или даже совсем дома будет светло я уже про эти рулонные шторы говорила не один раз идем дальше в общем у меня вот там бобина она это тоже туда подальше идет я принесу сейчас еще и расставлю сегодня просто уезжали и не все успела сделать и поэтому скажу что еще не один раз все здесь поменяется вот но мне уж больно нравится как я их тут все положила а вот выставила поставила как еще сказать и вот еще одна полка и конечно же кнопочка вот она кнопочка который мы заработали с вами она конечно будет на стене 10 она временно вот а это дальше пряжа вот этот стеллажик вот такой здесь она в один слой и вот сколько еще вместо ровно еще для одного слоя пряжи но я не буду и закупать пряжу я буду наверное только летние это вот сколько хотел в прошлом году съездить так и не съездил с этой пандемии со всякими этими штучками что произошло в 2020 году как бы все знают поэтому не до этого было и плюс стройка недовязание зачем чтобы пряжа лежала у меня достаточно пряжи не сказать что так много но достаточно здесь у меня это вязальный процесс здесь тоже вот этот цветочек мой здесь это это временно потому что здесь займется совершенно другое место вещь здесь у меня мои гаджеты пока вот в этом ящичке таком красивом я все его хочу сделать серо-белым таким красивым так артем вам передал привет я хочу показать этот пряжу она мне очень понравилась я вам уже показывала единственное что я заказала прошлым летом это кужалек вот такая вот пряжа белорусская в инстаграме девочка сейчас знаю будете спрашивать я не умею вот эти в инстаграм мы давайте все такое во первых девочки мне некогда совершенно вот не обижайтесь девчонки я не могу и в одноклассниках и вконтакте я я не могу и с ютубом и с домашними делами и с посевами связаниями но я не робот я очень прошу вас извинения я не могу просто в инстаграме я помню кому-то из девочек даже называл эту девочку я уже даже ее и забыла просто в инстаграм зашла и увидела как раз и она вот эту рекламу выставил что вот мне такая вот пряжа поэтому я вам ничем не могу помочь сразу признаюсь и даже нет времени искать ссылки чего-то у кого-то что я помню прям в россии это самое заказала и она переслала мне и поэтому не буду девочки вот вы меня простите но не могу я это дело сделать вот так дальше вот здесь у меня хлопок и вот хлопок вот два у меня и там вот вверху у меня буквально в три слоя потому что маленькие коротенькие такие ой ну не длинные матки и у меня там в три слоя видите там у меня много сзади те которые ну вот просто не выставишь сюда они падают они вот это вот некоторые есть даже немножко я с них вязала и поэтому они там вот так вот здесь тоже у меня два слоя это уже вы видите потому что здесь мало местечко это вообще пряжа ну теплая вот я сейчас не о пряже говорю я говорю о том как я здесь запланировала свои свою пряжу в этих шкафчиках вот эта пряжа она уйдет вот она будет там подальше она не будет вот так здесь вот стоять здесь вот у меня будет пусто пустинка где какую-то картинку где-то какой-то что-то цветочек что-то ну вот так вот в общем птичку у меня еще птички есть тоже можно будет поставить совушки мои любимые ну где-то так вот расставлю здесь значит что у меня вот даже вот эти штуки вот можно в один угол вязаную эту штучку раз и туда что-то положить одну в другой угол другую вот видите так пусть стоит это здесь пусть стоит пока не помешает здесь вот у меня вот эти вот при бомбасики всякие еще ящик разберу у меня там есть и еще разные другие здесь у меня моя ланоса кроха это то не уже надюша прислала мне пряжу моя подружка подписчица но уже закадычная подружка моя в общем вот так эту пряжу все вы знаете здесь у меня журнальчики вот эти всякие ящички ну в общем где у меня спицы все лежит здесь у меня книги для вязания какие есть здесь у меня тоже наборы для вязания здесь у меня пряжа насочная добавка насочная в общем вот такие дела сюда еще по кончу не поставила буду ставить а сюда вот унижал уезжала у меня здесь вязаные вещи в общем девочки еще нет такого прям вот 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 еще даже тему видите мы даже не задвинули до конца солнышко видите бьет и не видно вот просто что потом не двигать с пряжей сильно чуть-чуть отодвинем чтобы не цепляла за линольм здесь плинтус он будет делать широкий плинтус у нас чтобы к двери антат в общем это его замут его решение вот поэтому даже вот сторонки так здесь у меня тоже моя мои в общем вязаные изделия которые вижу я на сегодняшний день вот кардиганчик скоро закончу здесь конечно же а посмотрите какой у меня календарь какая красота ровно такая как у нас сейчас на улице и и это христианский журнальчик мне подарили помни весь путь которым вел тебя господь бог твой книга второзаконе 8 8 глава 2 стих и вот праздники все здесь отмечено февраль вот здесь конечно гудшкаф это я временно просто поставила но здесь у меня вот так убрала я вот сюда орхидейки для того чтобы здесь вот просто ну как бы побольше света мне было вот они такие красавчики мои там маркуляшка маленький вот такой вот он сладенький и моя старшая доченька татьяна вот такую посмотрите на своего любимчика маркушку вот такой он был козелечка и сейчас он козелечка с меня рост мы ездили кстати он передает вам огромный привет вот орхидешечки мои адениум у меня весь в ракушках и идет потихонечку идет приходит себя вот как я его вот здесь отрезала и пошло у него так вот я его не трогаю пусть он будет есть и ладно там вот я всем привет еще раз вот ну что здесь у меня здесь еще все все что нужно хорошо пригодилась вот эта штучка мой ангелочек любименький вот здесь вот он тут я пью чайочек мышка компьютер вот сейчас это орхидея тоже расцветет смотрите какая красота здесь вот и просто теперь при переставлении туда-сюда вот здесь бутоны у меня три бутона сломались и только вот два раз цвели вот это вообще шикарная у меня сейчас покажу вот этот фаленопсис очень очень шикарный он просто не переставая цветет и вот это манюська вот этот я тоже сломала он обычно выпускает по три а то и по четыре это когда вот там вот все вот это вот с этой стороны я у меня стеллажи двигалась ну и здесь вот так вот как я уже вот девочки вам показывала столешница здесь у меня 60 сантиметров а здесь 40 на угол ну и тут вот так вот мой уголочек солнышко светит вот напротив снимать если вот вот сейчас так сейчас поверх пойду подождите вот видите оттуда солнце сюда большое окно такое же и здесь солнце сюда вот так что очень светло очень хорошо и повторюсь что вот эти шторы когда закрываешь очень светло так все там показала там показала там показала сейчас тихонечко пойду да здесь вот мы уже поубирали новогодние все пока вот так вот вот у меня там еще немножечко коробок разберу а так то в принципе все поразбирали тихонечко вот видите какие шторы рулоны поэтому на улице видите солнышко и мелкий снежочек так что еще хочу вам показать сегодня здесь вот покажу а потом уже отдельно сниму видео об этом вот я уезжала посеяла посмотрите какие они большие за неделю они только взошли я уезжала а приехала они уже вот такие хорошенькие думала честно скажу что они погибнут вот немножечко вот этот такой пострадавший но я может быть его не посажу мне хватит вот два скажу что вот эти перцы они острые и только по моему три вида здесь сладких это я проверяла всхожесть посмотрите какие они классенькие вот а те что я уезжала вам показывала вот они сейчас покажу вам это острый перец вот он я сейчас вот сюда на солнышко прям я девочки спущу моих красавчиков вот они такие классненькие посмотрите когда я уезжала вам показывал какие они были посмотрите какие они хорошенькие сейчас это вот такого фиолетового цвета ну такой и был крас красной ножкой сильно фиолетовой вот и это если вы посмотрите они сразу пускают пасынки вон там видите это дерево деревца дерево образующие эти опа девочки по ходу дела это значит земелька вот сейчас оттуда у меня вылетела одна мошка опять придется творить опять придется соды так хорошо избавилась от них опять придется сыпать соду в общем это как деревце многим кто у меня заказывал семена я отправляла значит вот так поближе в подарки кто не заказывал семена острого перца я отправляла в подарки да вот девочки могут даже написать об этом то есть кто заказывал какой-то сорт например букуина ред заказали а сокол не заказали и я им сокол в подарок то есть чтобы у вас были это не просто я в подарки дарю какие-то ненужные там лежачие нет из всей этой золотой коллекции которая у меня есть так что вот так вот этот у меня по ходу дела не по ходу дела а вот он наверное попался сладкий будем посмотреть на него что к чему вот если он пойдет куститься значит тоже острый вот такой вот он большой вот такая уже сильнейшая корневая система очень сильная уже прям вот смотрите как я буду добавлять земельку до семидольных листочков вы знаете я вам показывала я это практикую и вы видите мои перцы какие они шикарные дорогие друзья все нормально посмотрите на гортензии какие они огромные уже стали это тоже выпустила надо убрать сорвать цвет и те что были маленькие уже большие в общем все хорошо здесь все хорошо закупились лама торф покажу в другом домашнем влоге посмотрите какие хорошие мертензии вот колеусы там в общем все по чуть-чуть девчонки вот так вот покажу вот чтобы вы просто были в курсе а потом потихонечку буду отдельно снимать видео здесь вот тоже я не хочу чтоб цвела она ну вот маленький пусть оставлю хорошо идет я начеренковала два сломала отсюда два череночка и укоренила еще вот смотрите сколько тут много нормально себя ведет но вот хотела сразу вам показать вот видите что творит червячки творит червяк буду я это дело пересаживать вот так вот почему вот так вот с пряжей у меня получается я ее вот так вот в открытом шкафчике потому что никакой солнце у меня здесь жалюзи закрыты будут рулонная шторина вот и пыль то я же не буду им туда отправлять пыль не будет никакой пыли повторюсь что вот это уберется они у меня расставятся на нижней полке и все вот будет вот так вот ровненько будет очень даже хорошо вот это вот здесь на данный момент вся моя пряжа то есть вот там 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 и там вот здесь немного здесь два ряда и там может даже три ряда потому что маленькие моточки ну и конечно маленькие оставшиеся клубочки у меня в приход на террасе в ящичке небольшом все вот вся моя пряжа немного у меня пряжа вот и чтобы там чего-то супер там выбрать подойти связать что-то конечно у меня есть только выбор вот из такой пряжи хлопка у меня нету вот она моя еще любимая пряжа это я намотала вот этот цвет красивый розовый он был вот тоже в бобинке вот такой в общем об этом потом девочки сейчас я думаю что уже не стоит ничего говорить вот так я обустроила свой вязальный уголок ящички свои принадлежности для вязания и пряжу вот девочки мои дорогие показываю вам потому что девочки очень знаю что вы девочки очень ждете ну может быть и мальчики посмотрят так что я здесь назову еще и мальчиков и вот снимать сами понимаете видите как если солнышко оттуда то снимать здесь потемнее только чуть вот так вот повернешься и вроде как вот то есть съемки конечно сложновато здесь делать но я буду потихонечку все вот раз повернусь и все нормально буду потихонечку настраивать чтобы все было хорошо вот конечно когда уйдет с той части с задней части у меня рассада в теплицу стеллаж уберется часть цветов уйдет туда на подставке и так далее и конечно будет посвободнее это не всегда так будет вот обязательно все это уйдет единственно что вот фаленопсисы будут у меня здесь не здесь а там вот на окошечке это пока временно а может и здесь науши это как я уже разгуляюсь как мне нужно будет потому что впереди еще смотрите свет основной Артем будет делать видите я буду красить потолок будет белый чисто белый покрашу вот как вот эти вот полосочки на кирпичке вот так я попросила Артема спрашивали чем вот это клеили мы конечно все время тарабанили но это видимо новенькие наверное спрашивают потому что в домашних блогах все время показывали есть даже отдельные видео что наконец-то мы вот сделали ремонт это МДФ панели такие вот толстенькие моющие но я ему предложила он сказал мне сказать нечего ведь что здесь такого просто приклеили мы уже показывали от того что я сниму отдельное видео он говорит это не изменится тебе придется все время на это отвечать и он прав или же искать тебе это видео чтобы ссылку давать то есть просто написать МДФ так сказать но я окончательно сниму видео о нашей прихожей когда сделаем и вторую часть и потолок и свет все 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 вот тогда будет окончательно а пока буду просто отвечать вот ну не знаю снимет он не снимет что здесь такого панели и плюс линолеум постелили ну больше ничего нет вот столешницы поставили уже показали вот еще раз покажу вот на таком креплении вот эту штукенцию я подкрашу здесь тоже вот брус брус тоже подкрашу ну вот так вот дорогие друзья а здесь вот на таких вот вот и тоже здесь вот не было серых не купил шурупы эти и их можно подкрасить красочкой белой а можно просто вынуть и другие туда сверлить ну вот так на сегодняшний день дорогие друзья сегодня пятница вот я вам показала мы уже дома очень хорошо мы приехали в среду поздно вот вечером так что как и говорила что до среды так и есть цветочки все растут все хорошо одним словом и на этом хочу с вами попрощаться пожелать вам всего самого доброго самого хорошего мира любви добра счастья дорогие друзья чтобы у вас все было дорогие друзья то что вы наметили в этом году и то что не получилось исполнить 2020 пусть 2021 все у вас получится значит следующее видео я уже сниму я там замочила семена почему замочила тоже вам покажу вы спрашиваете быстрее быстрее сеять давайте ждем только вашего звонка мои хорошие тут столько есть минусов и плюсов и о них я вам расскажу в следующем видео вот чтобы ну не бегом бежать со мной сеять там очень много есть но и в общем до следующего видео лена давай хватит трындеть и до следующего видео все дорогие друзья до следующих встреч всех люблю спасибо вам огромное что вы ждали меня надеюсь смотрели видео другие соскучились вчера читала верьте нет как хотите до слез я прям плакала вот как меня ждали как вы меня любите и как я вас люблю я тоже очень очень скучала по своим растюшкам и по вам дорогие друзья всего всех благ пока пока всем пока все что вендор нужно увидеть все а все все